welcome welcome дорогие друзья с вами виви мы смотрим джинджи против g2 esports и как ни странно мы смотрим третью игру то есть четвертую игру 3 игра закончилась пользу команды g2 а это значит что можно побеждать команду джинджи либо надо просто заставить команду джинджи сделать какие-то странные драфты и из-за этого драфта их одолеть поглядим что у нас по банам минус вай по пинату минус афелий по пейзу именно смоукай по пинату вот так вот решила команда g2 строить свою партию они будут убирать просто ключевых чемпионов которых использует пинат садить его на не дали и лизу вот теперь и лизу и побеждать его его же попе видите они попе у него воруют вот их план но это то стратегия это тоже стратегия забираем poppeti пау пината забираем у неё странно что пената решил на лесине ни сырали хотя против попелесь и на нельзя пикай да логично против попелись син отвратителем потому что она может остановить банальный его прыжок и никаких киков не будет на вас появляется или за которая прямая контракт pop и но общем-то они дали тоже была прямая контракт по пекс can te появляется снова в команда джинджи и это Возможно, снова Ксанта на мидлейн от Чови. И Джинкс от Пейза против Дрейвена. Минус Блицгранка делает команда G2. Потому что хотят сами играть через Трэша, забрав Трэша таким образом у Джинкса, чтобы у него не было спасения. Убирает Малфита, потому что Малфитам не нравится здесь. За это была хорошая в предыдущей игре у них. А сейчас у них Дрейвен. И Дрейвен против Малфита ничего сделать не сможет. Бан Трэша получает. Это хорошая провокация. Команда Джинджи повелась на эту провокацию. То есть я по поводу бана Блицгранка. И интересно, чем будет играть теперь Делайт на роли саппорта. Так, фуллскринимся. Сарака! Сайленс, это конечно все хорошо. Сарака, да? Любопытно, любопытно. Так, все. Все подготовил, можно смотреть. Против Сараки думает немножко Джинджи и решает остаться на драфте через Лулу. Понимают они, что товар дайв может быть от пената неприятный. Но там можно будет полиморф тогда прописывать. Гардиан, скорее всего, будет от Лулу взят, а не Пушинка. А Сарака будет, скорее всего, играть с Пушинкой. Будет харасить линию эту. Но здесь есть Элиза, усиление получающая от Лулу. И вопрос теперь по драфту последнему от команды Джинджи. Куда идет Ксанты? На мидлейн, либо на топ? И они берут Тристану против топ-лейнера Кенана. И таким образом защищают себя от потенциального неудачного выступления Джинкс в начале игры. То есть у них будет два Дэшника, для которых Лулу. У них есть Ability Power и Лиза. И есть один танк-инициатор Ксанты. Дж2 капсу надо придумать чемпиона, на котором он сможет стоять против Ксанты и не умирать. Ну, их вообще выше крыша, но мы видели с вами, что он чуть на Анечке не умирает от него. И он решает взять Азира. Лейтгейма добавить немножко. Бренда? Что? Ауролян Сол! Ну что, драфт у команды Дж2 очень хороший. Они опять взяли себе сохранение энергии, так сказать, на всех стадиях игры. И чуть-чуть сильнее Лейт, мне кажется, все же будет за ними. Потому что здесь Ауролян Сол, Кенан, Дрейвен, да. Это чувствуется, что будет посильнее тематика в их руках. Поэтому процентики сейчас буду расставлять относительно команды Джинджи. Начало игры 45% в Джинджи. Средняя стадия игры 60% за Джинджи. И Лейтгейм 45% за Джинджи. То есть получается, что самая сильная стадия игры у команды Джинджи это средняя. Как раз когда максимальный пауэрспайк достигает Ксанты, максимальный пауэрспайк достигает Элиза. И два Декери под Лулу. А вот дальше начинается проблема из-за того, что им нехватка танка идет. Но Ауролян Солу... Посмотрим, какую будет линию стоять. Ну, драфты начали исправляться. Джинджи 2 именно адаптируется от игры к игре. А вот честно скажу вам, Джинджи от игры к игре драфт делать не самый лучший. То есть в первой игре они пошли по логике резинки от трусов. Про это я уже говорил. Во второй игре они сделали добротный хороший драфт. И больше они к этому драфту не вернулись. Сейчас, по сути, эта игра похожа на драфт третьей игры. Там, с плюс-минус процентиками. Почему? Ну, что им мешает находить тех же чемпионов, мне немножко не ясно. Неужели пенат настолько ограничен по чемпионам, если ему убрать вай, убрать маукая и забрать попью у него из рук, то он просто не знает, что ему делать дальше. Более того, ребят, команда Джинджи не пикнула Кенона, имея ферст пик. Броконблейд решил просто забрать его себе и смотрим. Классный скинокенона. Три золота заработала. Это Кенон с ферстрайком. Разбогател Кенон. Преимущество по золоту в пользу команды Джи 2. Микикс кидает заклинание и не попадает. Ставит вард через стеночку. Сумел. Делайт. Ты же видел, как вард был поставлен? Странный Делайт. Он не видел, как вард был поставлен? Видимо, нет, не видел. Пенат. Что он делает? Просто Элиза с рапторов. Ну, она может, конечно же, начинать с рапторов, но это не самая удачная идея. Элиза должна начинать с синего леса. Здесь у нас заход в лес Элизы. Элиза это все дело увидела. Начинает отходить. И все, ее прогнали. Поэтому с рапторов и не надо было стартовать. Элиза с пауками. Все нормально. Не по заветам пейшенс. Кто украл? Смайт яйки нажал. И Элиза вообще ничего сделать не смогла. Яйки получает второй уровень. Пенат проигрывает лес. Вот так вот. Но, правда, бот-лейн команды G2 не успевает на крипов, не успевает на опыт. Пенат пытается вернуться к Яйке сюда. Встречает его. Начинает с ним дуэлиться. Тут выпрыгивает на шишки. И все. Делайт вместе с Пейзом идут помогать Элиза, чтобы ее дальше не доминировали. Интересная такая тема. Обратите внимание, что Пенат стартанул с W. Я, кстати, так и не проверил. Она сказала, что проверила на своем стриме. И у нее по какой-то причине. Я, честно, не знаю. Может быть, там так и получается. Но так не должно получаться. В общем, она быстрее зафармилась через кушку, чем через W. Я не видел этого сам лично. Надо мне самому проверить. У меня так лень просто открывать даже клиент. Я настолько уверен в своей правоте, что мне лень даже проверять. Хороший проказ. Микик Иксу очень сильно раздамажили. Он поборзел немножко на Делайт. Это вообще не такой оригинальный второй левел. Непонятно, кто когда его получит. Потому что все пропустили крипов. Сначала G2 пропустили крипов. Потом G2 пропустили крипов. Помогали Снику. Ну и в итоге все же второй уровень оба коллектива берут. Но Микик Икс потратил флэш-хилл на этом. Кто не понимает, о чем я говорил про Элизу. Просто в какой-то момент парочку странных игроков решили пикать у Элизы на первом уровне кушку. В какой-то момент. Из-за этого чуть-чуть повысился пикрейт кушки на первых уровнях. После этого все в один момент почему-то тоже начали это делать. А потом передумали. Ну передумали они, потому что попробовали и поняли, что W это быстрее. Нежели кушка. Ну а остались все еще люди, которые не знают этого. И продолжают думать, что кушка это хорошо. А W это плохо. Хотя, ну даже математически это не может быть правдой. Нифига там Тристана делает улын. Нифига тут что творится. Там за краба ведет сражение. Тристана, правда, прокнула себе двойной прыжок. И пенату мешают играть за этого краба. Он дает просветку. Цепляется за яйки. Наносит по нему урон. Пытается подойти. Смайт нажимает яйки. Ускоряется. Лиза идет на второго краба. Используя чови. Тут уже Делайт. Ну гораздо агрессивнее играют ребята из Джинджи. Нежели в первой партии. В первой партии Нидали у нас делала практически все в одиночку. Возможно, тренер как раз сказал. Слушай, если ты какие-то активные действия делаешь, то проси свою команду помогать. А вы, ребята, фоловите его. И вот сейчас они в синий лес идут. Яйки. Яйки, помните, заходил. А Дрейвену нельзя отходить от фарма. Ему опасно. Сарака не настолько опасна вот на этих 2 на 2 сражениях. Так что сейчас чувствую, будет здесь баталия. Пенат занял позицию, чтобы вылавливать Дрейвена, который пойдет помогать. Но пока он смотрит в сторону Яйки. Да, вартом его влепили в лицо. Пенат отступает. Яйки они видят. И да, решает отойти. Ну, Делайт только так походит еще немножко. Покидает заклинание. Пейс еще идет сюда. Оставил варта. Делайт проверяет кемп. Яйки настолько испугался, что решил не добивать кемп. У него смайт был на кулдауне. Он не знал, что там по Элизе. Он не знал, что там по вардам. Они сейчас на измене сидят. И Элиза уже давно ушла из этого леса. Но у них паника все еще сохраняется. Забавный такой моментик получился. Что у нас по фарму на боте? Равенство. На топе равенство. От Ристана на мидлейне в итоге. Да, кстати. Про это. О, Пенат уже здесь. Смайт выигрывает. Поппи выигрывает. А Лиза проигрывает смайт войну. Оба нажимали смайты. И Лиза этот смайт продула. 450 был смайт. Ни у кого еще не загрейженный. И сейчас опасно Лизе продолжать делать этот кемп. Потому что она тоже потеряла смайт. Кто в лесу самый сильный на третьем левеле? Ноктюрн? Ну, Ноктюрн один из точно. Я думаю, Ксинджао. Ну так, чисто по опыту. Наверное, самый страшный это Ксинджао. Ноктюрн. Если брать еще из неожиданности. То Нидали Шако. Ну, это из неожиданности. Оренгар. Ну, они это чисто из неожиданности. То есть, они не могут создать то, что надо создать. Но, если это было создано, то ГГВП. Шивана с Игнайтом и ПТА. Не, ну, это да. Тогда это тоже к неожиданности закинем Шивану. С пресс-д-атакой и Игнайтом. Там взрыв очень большой происходит. Ну, я думаю, Ксин номер один. В капс идет инициация. Отменяет прыжок Доран. Одну автоатаку надо нанести. Доран в тильте. Гонится. Ты что делаешь? Ну, что? Его вышка не убила, ребят. Я хотел сказать, ты что делаешь, Доран? Ты что, в тильте? А он не в тильте, ребят. Он просто рассчитал, что вышка его не убьет последним ударом. И он спокойненько добежит до Орелин Солу, у которого нет Ешки. И даст по нему автоатаку через свою кушку. Все. Он так и рассчитал. А Орелин Сол что? Правильно, не рассчитал. 1-0. Ферст была за командой Джинджи. Правда, на этом много фарма потерял Доран. Потому что первый с телепортировался, подпушил Кенона. И потом как раз сюда спускался. Вот сейчас он там фарма потерял. Там плюс 15 у Кенона идет. А у нас продолжаются эти подлаги. Цепляется здесь за Делайта. Делайт вынужден отфлешиваться. Ставится не очень хороший от Пейз ловушки. Флеш инициация по Делайту. Помним, что у него нет флеша. Дрейвену пытается килла ставить. Получается 173 золота в руки Дрейвену. Передала Поппи. Ну, маловато стаков было. Всего 173 раз прибавилось. Значит, всего было 90 стаков каких-то собрано. Но тоже приятно. Добавочка, так сказать, к зарплате. Это шоу-матч. Очень похоже на то. Настоящий шоу-матч. Мне кажется, Джин-Джи немножко недооценивают команду G2. И недооценивают характер. Характер у игроков, таких как Капса, Хансамы, Микки Икса, Брокенблейда. У этих игроков характер просто очень крутой. Если вы дадите им почувствовать, что они могут вас победить, они, ну, вас реально уничтожат. Нельзя таким игрокам давать запах крови этот. Их надо держать на сухом пайке. Им нельзя, с ними нельзя никаких экспериментов проводить. Ну, напоминаю вам, что Брокенблейд играл там в топовых командах. Капс как раз-таки с G2 и с команды ФНК творил чудеса. Хансама был в той самой команде, которая почти победила... О, Хансама и Вадид, да? Или с... Он с Вадидом был, по-моему. Или с Игнаром. Нет, Хансама и Игнар был. Как раз-таки в команде Мисфит. И они почти победили команду из КТ. Нельзя им давать запаха вот этого. Как дадите, так приплывете сразу же. Надо быть очень аккуратными с ними. Тут по пейзу собирается идти тавердайв. У Далайта нет еще ульты. Вынужден отслашиваться пейз. Но он красиво задоджил все. Очень красиво сыграл пейз. Не позволил себя застанить. Ну и спокойненько сейчас подвижка фармится. Тавердайв сорвался. Геральтку забрала команда Джин Джи. Элиза в этот момент это делала. Чови опять прыгает. Пытается покайтить. Постреливая по капсулу. Но убить не получается. Капс довольно танковый. А вот Яки выходит. Но Пенат чувствует это. Пенат знает, что где-то отсюда будет сейчас Яки выходить. Просто помощь ускоряется сам. Но там Яки... Ух! Под Даблги побежал. Поппи улетела. Просветка. Никаких вардов не находят. Надо было мыться, чтобы не пахло. Запах крови ты так не смоешь. Вообще это любопытно, что мы с вами, ну, человеки, не можем осознать вот этого, что запах, он присутствует в огромном количестве. То есть большинство животных в этом мире, они запахи чувствуют там чуть ли не в 20 раз лучше нас. Если зрение у нас не сильно отличается со многими животными, а у некоторых животных даже хуже зрение, чем у нас с вами. Те же самые кроты, да? То вот по запахам мы реально проигрываем абсолютно всем животным. Мы настолько им проигрываем, ребят, просто задумайтесь. Акула может в 2-3 километрах почувствовать запах крови. Просто в море кровь, и она в 2-3 километрах его чувствует. Это чё такое? То же самое там касается и других хищников. Там волк, который может почувствовать там в несколько десятков километров тебя. То есть у него полностью весь маршрут твой построен. Он, кстати, эти Броконблайда убивает, который решил сделать оллин по Дорану и погибает. Ну там волк, собака тренирует, вы знаете, тоже на это всё. У них там реально во столько раз лучше. Это развито. У котеек всё хорошо. И со слухом... Не, ну у котеек, да. У котеек, потому что слух комбинированный. У них слух вместе с их усиками ещё работает. Они чувствуют и вибрации, и звук. Плюс уши у них очень большие, поэтому они могут фокусировать звук. Мы не можем фокусировать, потому что у нас уши в разные стороны. У нас так построен человеческий организм, что мы слышим звуки слева-справа. Мы можем ориентироваться, откуда он идёт слева-справа. А кошак не ориентируется слева-справа, он поворачивает голову и вот этими локаторами определяет, откуда идёт звук. То есть он услышал звук с этой стороны, поворачивает сюда свою голову и этим локатором чётко может место определить. И усы ему тоже помогают. То есть у неё сначала идёт фиксация одна, потом вторая. Интересная такая тема. Но это хищник. Хищнику такие эффекты и нужны. Но парадоксально, что и млекопитающие, которые не хищники, а травоядные другие, они тоже слышат всё хорошо, кроме человеков. То есть тоже та же самая корова слышит всё хорошо. У неё всё зашибись, она и тональности гораздо лучше отличает, нежели человек. А мы как-то потеряли это с эволюцией. Или на всё воле божье? Надо же просто на всю аудиторию работать, правда, чётик? Так, 2-1 у нас. 300 золота, преимущество команды GNG. Давайте вернёмся немножко в Лигу Легенд. Здесь у нас Элиза Паучиха, которая слышит плохо. Они только по вибрациям ориентируются. Хотел сделать тавердайв по Кенону, по хомяку, но хомяк это всё унюхал и услышал. И отошёл в сторону. А вот Поппи продолжает Човика подгонять. Не пускай... Нет, Элиза всё же пойдёт на тавердайв. Доран рядом. Элиза выискивает хороший момент для врыва. Подкидывание Дорана мимо. Инициация. Элиза не танкует, танкует Доран. И приходится им обоим отступать. Элиза доджит стан. Делается второй тавердайв. Вытягивает из-под вышки Брокенблейда. Там пошла ульта Саракия. Саракия. И Доран погибает из-за ульты Саракии. С этим тавердайвом была не совсем ясна. Элиза пытается просто сейчас крипов уже хотя бы зачистить, чтобы линию отфризить. И выходит вперёд команда G2. Нельзя с ними так играть. Нельзя. Недооценивать соперника. Именно это сейчас происходит. И команда G2 начинает разваливать её. И у команды G2 появляются реальные шансы выиграть и эту партию. Потому что в лейте-то они... Как вы помните, я вам говорил. Ого-го. Они даже посильнее будут. Сейчас начнётся, правда, средняя стадия игры, где первый предмет появится у всех чемпионов команды G2. И там надо будет держаться. Там надо будет очень сильно держаться. Здесь и Лиза, и мидлейнер очень сильно доминируют. Хансама. Блифовал. Он подходил дать автоатаку, но блифовал. Я слышал, что у кошек 34 мышцы в ушах, поэтому они могут их в разные стороны поворачивать. Прикольно. У нас там, не знаю, но тоже есть мышцы. Атрофированные, правда. Подожди, Лиза настолько криво кинула, как он. Я только сейчас заметил. Здесь полностью вина во время тавердайва пината. Он не попал станом. И на повторном тавердайве у Лизы Стана уже не было. А вот здесь вот он у неё откатился. Интересно, айтемизация у Хансама. Сейчас посмотрю. Нам показывают, как Хансама здесь убивают. Айтемизация... Ой, Хансама, говорил, сапината. Не, ну это то же самое. Он же брал в той игре за Дрейвена тоже. Опа, в капс. Пошла инициация. Он нажимает Ешку, улетает. У него есть супер ульта. Он готов её выдавать на защиту этой вышки. Но, может быть, даже не понадобится. Джинкс оставили уже в одиночку. Ой, хороший прокаст идёт от Дорла. Пытается он убить Брокенблейда. Даёт по нему прокаст. Ульта. Но там подбегает Сарака. Перекидывание. Не хватило Дорла на урона. Яки догоняет его и делает убийство. Но Геральтка отменена. Это, может быть, и была цель команды Джинджи. Спровоцировать биту, чтобы Геральтку отменить. И сейчас самим забирать. Используя Тристану, которая сломала вышку на медлэйне. Используя Лулу, которая сюда подошла. И Джинкс даёт ульту. Сидестеп. Брокенблейд всё видит. Тристана пошла отпушивать топлайн. Нет. Геральтку тоже не забирает команда Джинджи. Они к Дрейку смещаются. Элиза уже стартанала дракона. Там рядом Джинкс. Да, не забирает этот объект. Пенат украл. Дрейка у Яйки. Яйки рядом. Говорит, давай мстить. Пенат пытается убежать. У него есть флеш, но он жадничает. Подпрыгивает. А приземляться-то и некуда. Он пытается переиграть оппонентов. Там двойной проказ. Там Жоня. Подходит Делайт. Делайт будет давать ульту. Пошла Дрейвенская ульта, которая не убивается. Там попадает по Яйке. Начинает по нему работать Дорван. У Дорван есть подкидывание. Он выдает его, но мимо. Он мог сразу просто пенат отфлешиться. Не знаю, зачем он так долго жадничал с этими заклинаниями. Может быть, команда, потому что сказала, что мы подходим по темне время. Не тратить просто так. Когда Дорван будет на Грагасе играть? Ну вот, видимо, скоро. Потому что, видишь, от него к Санте такой себе получился. А там, ребята, Ауралин Сол фрифармится. Стаки зарабатывает. У него уже 140 стаков. Его заклинания все больше и больше становятся с каждым стаком. Ауралин Сол, который на этом чемпионате один раз был сыгран. И он проиграл партию. Опа. Доран делает инициацию. Ульта. Начинает бить. Проказ пытается добить. Достигает этого удара. Финальный удар добивает, но погибает под вышкой. За тавардайвив Капса. Капс потратил Флэш. Но Флэш также потратил и Доран. Интересно. Флэш сейчас был разыгран. Геральтку стартовала. Команда Джинджи. Но тут же передумала. Не знаю, там кто-то им отменил этот процесс. Ну а команда Джи2 сейчас туда смещается. Но брать, наверное, не будут. Пят, снова стартовал сейчас объект. Две минуты осталось. Геральтке еще жить. Даже меньше полторы минуты. Если ее сейчас не забрать, то... А, ну все, они заберут. Джи2 срекулились. Смотрим, повтор. Сражение, где Капс был немножко потрясен. Это рывок. И это был не флэш. Это было два рывка, да, Дорана, я так понимаю. Малфит так и не выиграл игру, получается, да. Что-что, а у Малфита жизнь осталась все еще без побед, ребят. Малфит без побед. Печальная история чемпиона Лиги Легенд. Ну, потому что его сложно реализовать. То есть, чисто в защиту Малфита скажу. А как его реализовать, когда на про-сцене все обладают флэшами, а большинство чемпионов еще и прыжками? Если бы Малфита ульта была как ульта Вай точечная, да, тогда это совершенно другая история была бы с чемпионом. Или если бы он, например, ее давал и в этот момент исчезал с карты, становился невидимым и появлялся в тебе, знаете, вот как-то так. Или просто ульта была бы быстрее, как каст. Или она бы хотя бы выглядела, как Том Кенча, врыв. Вот это подземное выскакивание. А она прям видна, как ты летишь через всю карту, медленно. Как самый медленный скиллшот в игре. Там половина людей доджет, а это просто даже не нужно никакие флэши нажимать. Они просто могут это задоджить. А вторая половина людей вот как раз через гейлфорс, через флэш, через ульты свои. Типа, как это, зая может подпрыгнуть просто. Экшен закончился в игре. 3-5 у нас за 21 минуту. Это самая неактивная по убийствам игра. Для G2 это крайне принципиально. А джинджи не пошла у них игра. Мало убийств сделали. И сейчас просто ходит. Там Тристана выфармливается, конечно, дай боже. У нее там столько предметов уже. А она сейчас может даже Кеннона попытаться убить один на один. Кеннон это понимает и просто отдает ей вышку в соло. Там правда еще пенат подходит. Но он не знал о пенате. Он просто отдал Тристане вышку в соло. А вот пенат только сейчас подвалил. И сейчас только команда G2 начинает оценивать эту ситуацию. Что может быть здесь еще кто-то. Просто видите вот этот вот кровопейц, который есть у Тристаны. Он по сути динает всю ульту и стан, который выдаст Кеннон. То есть Кеннон лишается стана и лишается ульты. Только из-за одного этого предмета. Потому что там слишком большое количество отхила будет. И уже щиточек есть всегда активный. И вот он посчитал, что даже вышка ему не поможет в данном случае. Геральтку вызывает пенат на мидлайн. Она у него заканчивалась. Он не нашел другого реализации. Хотел сначала на боту ее вызвать. Не придумал как. Решил позвать всю команду на мидлайн. Сейчас они забирают Дрейка. И тут же идут всем составом на мид. Напоминаю, что у команды Джинджи адово сильные. Средняя стадия игры. Они как раз это и пытаются реализовать с первыми предметами. Я про это вам говорил. Ну а команде Джи 2 надо выжидать. Сейчас воевать нельзя. Но Поппи делает хорошее выкидывание. В Пейза пошел прокаст. Он попадает в стану. Пытается закатить. У него это получается. Дрейвен его срезает. Тристана, правда, все еще жива. В него впрыгивает. Она отпрыгивает в сторону. Но она все еще живет. Рядом Ауральен Сол. Но Тристане плевать на это все. Она получает ульту Лолу. И начинает Тристана дамажить. Даблкил уходит уже для Чови. Их осталось 3 на 3. Но Элиза отпрыгивает в сторону. А, не, подожди. 4 на 3, да. И Элиза отпрыгивает в сторону. Говорит, что давайте отступим. Команда Джинджи сломали вышку на мидлайне. Выиграли сражение. Но потеряли Джинкс. И вот для этого Лулу была взята. Они долго думали над Лулу. Когда они делали выбор Лулу. Они сразу думали о топ-лейнере. Кто будет у них. Ну, топ или бы мид. И решили, что если мы будем брать Лулу. То надо брать не ради одной Джинкс. Должен быть еще какой-то один чемпион. И вот он, этот чемпион. Ну, а Джинкс сделали максимально с теми ресурсами, которые у них были в этот момент. Не уверены, что это вообще стоило того. Можно было просто за счет одной ульты попи выгнать оппонентов. И все. Вышку бы защитили. Но решили повоевать. В итоге килл 1 отдали. Там Дрейвен заработал. Подсказывают мне. А, да. Кстати, Дрейвен же стак сбил. Тогда вообще все зашибись. Двух саппортов выкинули, видите. Двух магических дэмэдж-дилеров. Да, Дрейвен сейчас посмотрите, сколько он заработал. У него же стаки были. Тысяча триста! У-у-у! У-у-у! Это неплохо. Того он уже с пассивки полторы тысячи золота в этой игре заработал. Он ее округляет. Здесь было 1270. Что-то такое было написано. А тогда он 170 сделал, да? Да, Дрейвен. Но по золоту команда G2 все еще проигрывает. Гуляем, да, гуляем. Так, самые тяжелые ворды выбиты. Ворды за Нашором, по которым сложно попасть. Показывают нам Хансам. Он самый богатый игрок в игре. Идет на тысячу золота впереди от Чови. Пейс от него отстает на полторы тысячи золота. Это вот как раз таки о том, что я говорил. Но Лулу, Лулу жертвует всем, что у нее есть. Все ресурсы тратит только на этих бойцов. И Лулу взяла резалку от хила на первом уровне. Чтобы Сарака была задынаена. Обратите внимание. Лулу усиливает свою команду. Как раз таки, чтобы Сараку немножко ломать. Пинкварт выбит. Элиза прэкскок делает. И уходит там. Пучки только погибают. Хансам. Фэщек! Ну это такой. Фэщек под двойным ускорением. Не уверен, что оно того стоило. Первое ускорение было за счет шишки. Которая там есть. У нас карта, потому что клаудовская образовалась. Я потом спустился вниз. Я нажал второе ускорение, чтобы отбежать наверх. Снова вернуться к ней. Опасно было сейчас. Какая-нибудь ксантовская сила могла там оказаться рядом. И все. Он бы просто зацепился за Дрейвена. И все. И приплыл бы он. Ну а Лиза обычным станом не попала. Ну а если бы даже попала, это был бы Клинца. От обычного стана тут можно увернуться. Тем временем Тристана почти вторую вышку сломала. Там Ауралин Соло тоже лицо разбило. Ауралин Соло среколился. Вернулся сейчас ножками. А Тристана ушла на бэк. И ничего не купила. Странный бэк был от Тристаны. Видимо просто испугалась местоположения своего. Что у него нет никаких прикрытий. Никаких вардов. Ничего такого. И решила сделать рекол. Его команду выгнали на шортпит. Но Ксанта запушил всех крепчиков. И Броконблэйду не дает никак сломать эту вышку. Броконблэйду просит о помощи. Стартует на шоране. Тристана тут же нажимает телепортацию. Ксанта тоже нажимает ТП. И Броконблэйд ищет. Ищет момент зайти сзади. Делайт должен был дать инфу своей команде. Пацаны, я знаю где он. А вот он. А вот он. Они его нашли. Пошел прокаст от Дорана. Доран пытается убить Броконблэйда 1 на 1. Дает по нему перекидывание. Остается в живых. А вот Броконблэйд потерял свою ульту. Элиза вылетает прямо сюда. И говорит спасибо Элиза, что ее сюда приземлили. Вот этот Джинкс получает кин. Двойное перекидывание от Дорана. Что творится? Почему Дж2 так плохо отыгрывает это сражение? Наконец-то ульта у Рейлен Соло прилетает. Убивает хотя бы одного игрока. Там шишка есть заветная для всей команды. Все перепрыгнут. Но прямо под ЧОВИ бомбочку. Которую убивает первого игрока. Работает дальше. Флэш как он попадает. Хан Самый не успевает. Погибает. Пейс ускоряется. Тристана прыгает. И это, ребят, Эйс пытается зачистить крипов. Капс, но ему это уже ничего не даст. Ну зачистит он крипов. Их новых убьют просто и все. 10-7. О, Кенон заходящий со спины. Такая банальность, казалось бы. Но иногда работает. Но не против команды такого уровня. Не против чемпионов Кореи, ребят. Против чемпионов Кореи это не работает. Как вы можете заметить. Сразу вся команда внимательно посмотрела в глаза игрокам команды G2. Которые у Нашора ждали. А не Ксанто, чтобы получил тоже нашербав. Увидели, что Кенона среди них нет. И есть только одна точка, с которой он может прийти. Он может прийти сзади. Вот оттуда. И все. Все сразу же отошли от этой точки подальше. Ксанто занял позицию встречать Кенона. Поймали Кенона. Убили Кенона. И без основного демедж дилера в средней стадии игры. Мы все еще в ней находимся. Команда G2 развалилась. Нам концовку уже показывают. Конечно, тоже такое. Как же там Чуверс дамажил. Сорака выдала ульту. Поппи дает ульту, выкидывая игроков. Но на самом деле только закидывая игроков к Брокен Блейду. Чтобы они все выровнялись. И все оказались рядом. И здесь, казалось бы, неплохая ульта. Сразу убили Ксанто. Но посмотрите, как Чуверс сейчас будет вылавливать их. Бах! Взрыв! И флеш, как он потом от Элизы по Дрейвену. Дрейвен не сделал идеальный клинс. Но, откровенно говоря, там он все равно умирал. Флешка Куна его удержал на долю секунды. Этого уже было достаточно. Семь тысяч перевеса. И Джен-Джи. Судя по всему, выигрывает эту партию. ТП в спину. От Кеннона. Увидели, увидели ТП. Увидели ТП. Эдилайт пытается его остановить своей ультой. Жертвовать собой. Лишь бы до Пейза не добрались. Очень красиво было сыграно от Саппорта. И Джинкс пошла стрелять. Джинкс убивает первого игрока. Переключается на второго игрока. Джинкс стреляет. Убийство. Джинкс разогретая. Яйки тоже сейчас умрет от нее. Нет, Тристану досталась убийство. Нет. Ей, Ей. Тристану других убила. Вы видели, как Саппорт сейчас сыграл? Бог ты мой. Они увидели ТП. Потому что ТП делался на обычный вард. Значит, куст этот подсвечивается. Райты. Это фишка, ребят. Которая стала фишкой. Это баг, который стал фишкой. Вот как правильно он говорит. Это баг, ребят. Кто не знает в игре. Если вы нажимаете на вард, который не является пинг-вардом, то все на карте видят сюда телепортацию. Но они не видят его на мини-карте. Его можно увидеть, только посмотрев на этот куст. И кто-то из команды Джинджи все это время следил за этим кустом. Я перемотаю для ютубовцев, когда запись. Вот на этот куст вся команда смотрела Джинджи. Нажат телепорт и сейчас пойдут пинги от команды. Все, они все увидели и начинают пинговать назад. Вот сюда. Для команды Джинджи это выглядело так. На мини-карте ничего не отображается. Но если мы смотрим на этот куст именно экраном, то мы видим, что там вот этот значочек телепортации лисит. Если вы делаете ТП на пинг-вард, это вообще невозможно увидеть. Вот на пинг-вард невозможно увидеть. На обычный возможно. Ну и кто-то спросит, а как они так вот за всеми кустами что-ли следят? Ну давайте откровенно говорить. Им за всеми не надо было следить. Они видят волков. Обзор. Они видят вот этот куст. Им нужно было только следить за синим бафом, по сути. Ну вот и может быть здесь еще точка. Вот за этими двумя точками Саппорт следил. Саппорт увидел. И Саппорт пошел вперед и просто дал подкидывание по Делайту. Полиморф прописал по нему. Ну и Делайта очень много времени выиграл. И Брокенблейд просто добраться не смог. Ну а здесь уже Тристана с Элизой успели подключиться. Сейчас вот сначала Элиза подключится. Прокаст делает по капсу, убивает. И вот она Тристана уже начинает Микикса убивать. Это не баг, а фича. Да, но это баг, который превратился в фичу. Ну что, команда GNG выигрывает эту серию со счетом 2, извините, 3-1. 3-1. Ну и соответственно получается G2 проигрывает. Но я бы так не списывал со счетов G2. Они с каждой игрой прогрессировали, откровенно говоря. Бывают такие моменты, когда ты вообще регрессируешь от матча к матчу. Они во второй игре решили сыграть что-то. Что-то неудачное совершенно. Я уже подумал, что они регрессируют. Но потом, нет, потом. Собрались ребята. Нашли идею. Идея такова. Ломаем пенатую игру. И без пената используем преимущество нашего лесника. У нас он лучший плеймейкер. И это получается. Но команда GNG одерживает победу на G2. Выходит в полуфинал верхней сетки. G2 еще не заканчивает чемпионат. У них будет еще один Best of 5. Только я не совсем понимаю, какая здесь структура турнира. Если здесь структура турнира такая, как во всем мире. В КС, в Доте, в Валоранте. По-моему, тоже точно такая же. Тогда им будет доставаться соперник из этой группы. И CloudNight, Bilibili Gaming. Кто-то сюда попадет. Кто проиграет в матче Cloud9. Если же у них какая-то другая структура, то кто угодно. Может попасть себе без понятия. Но я думаю, здесь все по дефолту. Так что Cloud9, Bilibili Gaming упадут сюда. К ним. Ну и соответственно, Mad Team Liquid. Ой, Team Liquid. Team Liquid. Вот так опозорить команду T1. Назвать их Team Liquid. Mad Lions против SKT. Трехкратного чемпиона мира. Команды T1. Будут играть завтра в 15.00. Так что мы его тоже посмотрим. Точно так же в записи. Оставайтесь на моем YouTube канале. Записывайтесь. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Ничего не пропускайте.